всем здрасте и все и на этом конец короче я вчера выехал из саратова ночевала таком вот чудесном месте вчера была 40 градусов жара я весь парился перепарился весь сгорел весь сегодня облачно и нормально вот отъехал саратов 100 километров спал здесь и продолжаю в сторону волгограда это было маленькое такое отступление или вступление перед тем как мы пойдем гулять по саратову погнали мама они Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Таким, какой он есть Если бы не ты, я бы просто проехал мимо и все А так знаю, спасибо Добавил DimaTorzok Объяснять все словами Если хочешь с нами, мы начинаем Назад пути уже нет Не замечая судей, я веду парад Вдоль переулка суден слепо наугад Про то, что был ни с теми глупо не сказать И отпускаю время, нет пути назад Сейчас капец, происходит какой-то конец света Все дует, песок летит Просто вообще, я впервые такую вижу И попутный ветер Насколько сильно, что даже педали не кручу Меня так же дует, сдувает Там вообще выход Какой-то Ураган Там вообще ничего вида не было Блин Так, сейчас развернусь хоть немного Охренеть Ну по флагам видно, что там просто хана Я сейчас поднялся, смайк повыше А там внизу, там просто трешат Я думал, все, сейчас, короче Я улечу какой-нибудь В торнадо Потому что это просто капец Все там вдалеке видно или нет Это все не дождь Это все пыль от ветра И от песка какого-то Просто вообще песок Я помню, глаза пыли И песка Охренеть Наверное, ничего не будет слышно из-за ветра Но, судя по тому, как вот эти деревья колыхаются Я думаю, понятно, что здесь что-то прям Веселенькое Все, я еду на выезд из Камышина Там есть родник Наберу воды И поеду дальше Аист Да ладно Я никогда не видел их вживую В природе Ладно Красотища Сейчас заехал в поселок Оленье Зашел в магазин Разговорил с продавщицей Оказывается, можно поставить У них здесь Есть такой Небольшой заливчик от Волги Палатку Пляж Все здорово Все классно Но Место проходимое И рядом мост Фуры ездят туда-сюда Ну, как бы, ну, не вариант спать там В палатке Разговорился с пацаном С другим Он говорит Да, есть другой пляж Говорит Можешь, говорит, там поставить палатку Я Сорок минут По полям По вот этим всем Пацану 15 лет Он мне объяснил Все не так Короче, я 40 минут По полям ездил Туда-сюда Как олень Сам просто В этом оленье Но я нашел Я нашел это место С видом Охренительным На Волгу И сейчас я вам его Покажу И я сегодня буду здесь спать Мне до Волгограда остается 70 километров А солнце к закату А, вон оно Вот оно Солнце к закату Здесь местные Там проходимые дворы А здесь местные Только знают Ездят Вон велосипед Вот здесь машина Накатанная Здесь парочки Останавливаются И восхищаются Этими красотами И Самое главное Там Есть Спуск К реке Сделанный Человеческими руками И лопаткой Со ступеньками Все как надо Все в идеале Так что сейчас я ставлю палатку И иду купаться в Волгу А здесь тихо Спокойно Шумят деревья И вот здесь вот сейчас летал аист Вообще красотища Вот он южный колорит Уже начинается Вообще кайфово Все Солнце к закату Я тороплюсь Назад пути уже нет Не замечая судей Я веду парад Вдоль переулка Судя Слепо Наугад А то что был Ни степи Глупо Не сказать Я отпускаю Время Не в пути Назад Назад пути уже нет Не замечая судей Я веду парад Вдоль переулка Судя Слепо Наугад О том что был Ни степи Глупо Не сказать Я отпускаю Время Не в пути Назад Тепер Слепо с такой интересной штукой, что когда говоришь, что ты путешествуешь на велосипеде и едешь из Кемерово, ну, люди как-то никак не реагируют. А потом спрашиваешь, а вы знаете, где Кемерово находится? Честно. Они говорят, нет. Я граю Новосибирск. Да, знаем. И вот с этого момента у них расширяются зрачки, потому что они понимают, сколько ты едешь. И второй вопрос всегда, а сколько ты уже едешь. Так что вот. Здесь уже, в Волгоградской области. А Кемерово уже не знают, потому что нафиг он им не нужен. На улице немного затянуло все облаками, но тем не менее жара держится. Здесь есть градусник. Сейчас я вам покажу, сколько сейчас на улице. И это в тени, при облачном небе. Ну, фокусируйся. Тридцать, тридцать сколько? Тридцать пять, да? Тридцать пять. А солнце там, наверное, сорокет, а может быть и больше. Хожусь уже в Волгограде. Еду по одной центральной улице Лениной. А почему-то здесь введен режим еще по-прежнему. Все парки перегорожены. Стоят гайцы в масках и никуда никого не пускают. Так что вот, найду сейчас хостел, найду сейчас хостел, приведу себя в порядок, постираю вещи и сделаю видос с Саратом. Обзора Волгограда, ребят, не будет. Здесь кроме как в патриотических парков-то особо и смотреть-то нечем. Так что как-то так. Рум-тур по хостелу. Моя кровать. Бананы, недоеденные вещи. Мне сегодня повезло. Я сегодня просто один. Цена 300 рублей. Плюс постирать вещи 50. Здесь туалет, душ. Все чистенько, цивильно, благородно. Так, мне сюда. Это кухня. Закинул вещи стирать. Поставил воду кипятить. Буду гречку варить. В ливне до утра, походу, греть. Телек, вай-фай, зона отдыха. Мой конь отдыхает в уголочке. Место администратора и прихожая. Вот так вот, простенько и со вкусом. Руси, Женя, вообще красавчик. Отличился сразу в хостеле с первых минут пребывания. Пошел, короче, в магнит и думаю, фу, я хочу селедку. Попалась селедка. Думаю, я был у мороза, меня мороз все кормил селедкой. Я думаю, ну все, думаю, сейчас я как селедочки наверну. Купил селедку. Она оказалась тухлая. Я ее распечатал. Подскажите, а где у вас мусорки где-то здесь находятся? Мусорки, куда выкинуть? Да, спасибо. Купил селедку, она оказалась тухлая. Ну и ладно бы полбины, фиг с ней. Но это же хостел. Там теперь фан стоит. Там такой фан стоит. Это просто капец. И меня, конечно, администратор отправила мусор выкинуть. С этой селедкой. Вот, доехал в хостел, называется. Нормально все. Не успел там пробыть, наверное, и 10 минут. Как уже отлетился. Круто, да? Круто, да, я могу? Вот так вот опускай меня в хостел. Так что все, буду без селедки. Мороз, если ты сейчас смотришь, ты это смотришь. У тебя в Саратове была самая вкусная селедка, блин. Если кто не знает, а вы никто не знает. Мороз меня за два дня откормил на 3 килограмма, пока я у него гасил в Саратове. Саратов вообще шикарный город. И благодаря Морозу я понял, что я не умею готовить. Вот. Так что пошел есть свое блюдо без селедки. У меня уже пол третьего ночи. Весь хостел спит. Одному мне опять не спится, и я опять всем мешаю. Поэтому все, всем доброй ночи. Приятных снов. Спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новом видео. Вот. И поменьше, если у кого-то есть хостел, поменьше таких клиентов, как я. Все, пока.